На своей первой пресс-конференции Собчак продемонстрировала неплохую политическую хватку. Кажется, сценарий для Собчак написан намного круче и умнее, чем казалось многим с самого начала. Суть сценария известна. Дружественное поглощение потенциального электората Алексея Навального с повторением почти всех его лозунгов, порой даже более радикальным, как в случае с украинским Крымом, ведь она недвусмысленно заявила «Крым, дескать, украинский». Мимикрия под Навального при своении части его программы дружеское обещание снять свою кандидатуру в его пользу с единственной целью всеми возможными способами увести протестное движение с улиц к предвыборным урнам. Смысл проекта Собчак в 2018 году сделать все, чтобы вернуть доверие активного общества к практически разрушенному институту выборов, загнать на участки максимальное число протестантов, без чего легитимность заранее известного победителя в кавычках сильно пострадает. Кремль заранее согласен на острую критику и даже нападки в свою сторону. Все ради сохранения главного фейкового института, который гарантирует этому режиму выживаемость и легитимность в условиях кризисного 2018 года. До сих пор козла на скотобой неуспешно выполнял стареющий Явлинский, пока не стало ясно, что шансы ветерана стать своим для юных протестантов равны нулю. Бойкот со стороны Навального, по примеру, бойкота выборов Безройзмана, стал бы настоящим ударом по стабильности и легитимности путинизма. Именно бойкота и провальной явки, которые уже демонстрировали либеральная Москва и Петербург на думских выборах, больше всего боятся в Кремле, понимая, что одних полицейских и репрессивных мер недостаточно для нейтрализации протестных настроений. В 2018 году стихийный бойкот прошлых лет может получить совсем другой размах в случае решения Навального усилить его организацию. Молодежь, в силу многих причин, невосприимчива к угрозам и проект дружественного поглощения бунтарского электората близким молодежным кандидатам, наиболее оптимальное надо признать решение путинской администрации, чтобы не думала о своем выдвижении сама Собчак, какими бы мотивами она не руководствовалась, объективно ее роль сводится к единственной задаче – спасение легитимности Путина на четвертом сроке его президентства. Точка. Разница между Навальным и Собчак, будь их программы и лозунги близнецами, в одном. Первый всерьез стремится к президентству с целью демонтажа системы и уже заплатил по политическим счетам, подтверждая реальность своих намерений. Вторая же имитирует президентские амбиции в рамках той самой системы, которую формально критикует. Что бы ни пела Собчак в ходе своей кампании, какими бы бумажными и тайными протестами в кабинках не прельщала молодежь, главным отличием от Навального остается самое существенное обстоятельство. Уличный несистемный протест, как и предстоящий активный бойкот выборов Навального, наносят удар по режиму его легитимности. А голосование за Собчак укрепляет систему с ее легитимностью, делая голосующих соучастниками институционного жульничества. Вы можете сто раз проголосовать против всех. Это не имеет для власти никакого значения, да и реальные итоги вы никогда не узнаете. Но главную услугу режиму вы уже окажете, взяв бюллетень, вы априори признали фарс выборов легитимными. Сам факт того, что эти выборы идут и состоялись. А Путина признаете тем самым законным, демократически избранным президентом, со всеми вытекающими последствиями его репрессивной политики в будущем. Явившись курном, вы заранее признали право системных жуликов подсчитывать ваши голоса, выводить официальные проценты и объявлять вам же результаты. И это главный выбор, который предстоит сделать будущей весной любому демократически настроенному россиянину. Фейковые выборы, либо уличный протест. Новая шестилетняя легитимизация Путина, либо подрыв его фейковых институтов. Демонстративный отказ от системы имитации выборов. Это не простой выбор, требующий честности и мужества, но единственно важный для судьбы этой страны. Александр Хоц